Всем привет друзья, с вами канал Влад Шима, меня зовут Влад и мы с вами снова в шэдоу файте, потому что шэдоу файт это у нас с тобой прям ну знаешь это уже традиционно, ну надо, надо его точить потому что он офигенен, я налил себе чаек. И советую тебе тоже налить его. Ну что ж друзья, у нас есть с вами Гуаньдао Стражника и сегодня я открывал наборы бустер пак, там можно было посмотреть видео, я три раза воспользовался этой возможностью, посмотрел видос и мне выпало усиление легких сабелей, теперь у меня 415. Втыкаешь? Вообще, вообще как это жестко. Но мы с вами не видели в действии Гуаньдао, поэтому давайте мы собственно посмотрим на него и пойдем на, конечно же, здание обычное, как мы привыкли начинать. Разберитесь со старым врагом Линга. Так, нам дают за него голду, поэтому мы на него сходим и посмотрим, как эти Гуандао могут точить. Это очень плохо. В шэдоу файте очень долгие прогрузки бывают и скорее всего это связано еще с тем, что я загружаю параллельно видос. Так, я наверное буду в заставке молчать, потому что иногда моя речь не улавливается, ребята. Да, я это успел заметить, все это связано наверное с нехваткой прогрузки инета. Да, давайте мы тогда будем молчать, если я гружу там что-то или что-то еще. Ой-ой-ой, кстати Гуандао классный, смотри он какие приемы мутит. Он, короче, такой, знаешь, прям смотри, хоба. Прикинь, он там тух-тух-тух размахивать делает. Человек просто умер от их ударов, от удара Гуандао. Что-то мне понравилось это оружие, оно прям выписывает нормально. Чувак, сами офиги. Кстати, это Крэйвин охотник, он вернулся. Ой, Крэйвин, ты че, опух что ли? Так, подожди. Да блин, Крэйвин, погоди. Давай мы тебя завалим сначала, а потом ты будешь свои правила качать. Капец, Гуандао вообще мощная тема оказывается, зырь. Оба, тихо. Капец, он ее так раскручивает, она такой урон бешеный. Воу. Блин, мне она нравится вообще, какая-то дикая пушечка. Ну, я имею ввиду оружка. Вот такая, фух-фух, в разные стороны просто. Ух, нифига ты красиво встал сейчас. Как, да, в натуре, знаешь, ведет себя как стражник. Так, здесь вот небольшой провисяк между, получается, загрузкой в бой и после боя провисяки идут. Это очень плохо. Да, или новый перк нам. Ну, ладно. Так, да, вот я вижу, останавливается фпс из-за того, что переходы идут между локацией и, собственно, загрузкой лобби, да? Ну, лобби, лобби, не лобби, а додзё. Додзё. Ну, собственно, так. Окей, окей. Ну, ладно. Всё это связано с тем, что сейчас в данный момент, да, грузится видос и зря, наверное, стал записывать. Ну, ладно. Главное, что я думаю, меня всё равно будет слышно. Открытый урок, далее идёт задание, обратите внимание, скорее всего, это идёт уже сюжетка. Мы пойдём туда с Гуаньдао. Школа Тигра. Одна из старейших в нашей столице. Они не приемлют теневую энергию ни в каком виде. Победи ученика Школы Тигра. Это новый квест. Это новый квест, друзья. Белый тигр. Тигр. По-моему, он похож на того типчика, который нам... А, сяньзы. Ой, так он такой, знаете, тяжёлё... тяжёлёватый. Чё-то я... Это на лёгком, да? Я не посмотрел, что за него дают, но я думаю, там будет что-то хорошенькое. Да, кстати, тут нельзя использовать магию, я вижу. Отлично. Он её тоже не будет использовать, значит. Хорошо, мы, значит, в рукопашку с вами. В отличную. И справимся с этим белым тигрёнком, белым зубом. Белый зуб. Белый тигр. Кстати, обратите внимание на фон, там благовония дымят. Это круто, на столе. Хоба! 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 Кстати, обратите внимание, как он раскручивает. Смотри. На тело моего чувака посмотрите. Сейчас я отойду и посмотрите на тело моего чувачка, моего перса. Когда он будет раскручивать оружку. Смотри. Смотри, какой акробат, а? Как он выгинается там. Да, нифига себе, ты красавчик вообще. Ты где такую гибкость приобрёл? Я бы не сказал, что ты такой худенький. Ты такой, знаешь, массивный у меня типчик. А выгинаешься, как Лейсан Утяшева, прикинь. Ха-ха-ха. Ладно. Классно, классно. Отлично. Белого тигра мы сделали. Классная стойка, вообще. Надо тоже так научиться. Да. Прийти в университет. Вот так же встать, короче. Вот так, вот так. И потом будут все проходить из учителей и говорить. А, это наш местный дурачок. Ребят, никогда так не делайте. Так, отлично. Отлично. Отличная победа. Да. Тигров у нас часто называют легионерами от династии. За их взгляды. Ну, я так понял, мы победили тигра, мы выполнили побочные квесты, мы отправляемся дальше, в главу вторую. Пошел! Пошел отсюда! Пошел! Пошел! Ты принцесса? Как ты это докажешь? Ты была у нас в лагере почти месяц. Не смешите меня. Я улаживаю дела моего народа своими руками. Не поверишь. Но так я уже сделала больше, чем могла. Сидя на... А, чем могла бы, сидя на троне. Ну... Да, она похожа на принцессу. Она такая, знаете, такая няшечка. Да. Продолжить. Пошел! Довольно. У меня в охране есть красный лев. Это прославившийся своей кровожадностью легионер. И у него давно не было работы. От беси от телохранителя... Пошла! Пошел отсюда! В бой, отлично. Все, я с вами. Приходится молчать, сами знаете, на загрузке, потому что я не знаю, как она при загрузке... Ну, мою запись. Вернее, мой голос будет распознавать, там, подавать. Знаете, на кого он похож? На палача. Если вы помните палача, пересмотрите первые серии. С первой главы там был палач. Он работал на сержанта, который, скажем так, имел неограниченные какие-то способности. Странные. Вообще жесткий тип. Отлично. Мне нравится Гуаньдау. Капец, он его так раскручивает, и просто он его отовсюду достает. Слышь. Ой. Сейчас было не очень. Сейчас было не очень. Так, хоба. Воу. Вот это было по теме. Вот это было в тему сейчас. Отлично. Паренек отъезжает в Магадан. Так. Классно. Классненько. Классно. Раунд два. Файт. Прикинь, в Mortal Kombat, если бы так говорили. Раунд два. Файт. Мне кажется, перестали бы люди играть в это. Воу. Нифига себе. Ты что, опух что ли? Я за свет заплатил. Ты зачем приехал ко мне? Эй, алло. Жек. Жек херов. Ха-ха-ха. Ладно. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Что-то быстро нас с молотками разнес этот представитель ЖКХ. Ха-ха-ха-ха. Ладно. Получи по роже, падла. Воу. Что это за дичь? Ты как это сделяль? Ты как ее выбил? Ты видал? Нихера себе. Он выбил мне эту суку из рук. Гуаньдау мою. Ты, чувак, ты за... Ты что, опух... Опух что ли? Ты что, вообще что ли опух? Алло, ты. Кошмар. Я в шок... Как он это сделал? Я же с Гуаньдау там тю-тю-тю-тюн-тюн-тюн вот эти вот паркруты делал. Он вообще, вообще какой-то дичь. Прости, что не говорил о тебе, что я принцесса. Не до этого было. А сейчас надо отца спасать. Да и всю династию. серьезно джун принцесса окей окей наверно сабли чтобы победить этого ублюдка который там что-то пытается нам все давайте пойдем саблями гуандау тоже классно я его потом одену еще мне понравилось как он мочит он классная рушка на самом деле он так выгинается я хочу чтобы мы нашли на него еще дополнительные карты и он стал сильнее чем сабли было бы вообще просто идеально значит джун принцесса да это жестко это жестко принцесса джун прикинь офигеть она династийная принцесса вот это поворот ой по-моему с гуандау было покруче но молотая не такие они не сильно достают оба вот это я выписался выписали мне сейчас красиво так отлично отлично отпрыгни отлично отпрыгни ой пописи прям хоп класс чувак накопил теневую энергию кстати у нас могут быть очень серьезные проблемы проблемы здесь этого не случится я не хочу серьезных проблем с красным и львом оба на вот они вот этого приема я давно не видел а ну да это легионерный прием изначальный мой давно я его уже не использовал я даже соскучился как-то он прям такую ностальгию знаете навевает этот прием когда моя моя спина ломается от его ноги да что ты делаешь хватит чё это такое что это за весь урон я не понял он молотками мне весь урон нанес по голове по пузу так хотя у меня сабли мощные они как бы ну устроить димарш а ему пофигу красный лев красный лев отлично отходим оба проигнорил как а капец я но я не проигнорил это я рано сделал это я рано применил эту хрень так тихо что это сейчас пролетело мне в экран ой ты заканчивая лё братан да как у тебя руки такие слабые а ноги такие сильные так отпрыгни отпрыгни от него да подальше да подальше давай умри отлично ой тяжелый лев тяжелый красный лев но я выиграл так давайте не обидите от не обидите нас картами воля выговорить легкие со ты сейчас сейчас это видел по-моему гуань да он немного не успеет чуть-чуть он потому что пытается догнать меня по урону но у него не выходит потому что сабли становится сильнее и сильнее сильнее и сильнее по моему я навсегда с этим оружием останусь чувствую прям попой так ребят я после босса посмотри но не после босса после вот этого льва посмотрел все-таки видос выпала остроконечная шляпа еще окей на бустер пак не хватает 140 до но это мы сейчас исправим я думаю так экипировка что там а лучше стало 251 ты смотри так давайте мы вот это применим наверно на нее что-то будет сейчас более-менее так отлично классно выглядишь рафаэль так и четыреста сорок четыре прикинь три четверочки так урон выстроился да ну что ж друзья закончим продолжим следующий раз джун оказалась принцессой и посол ее еще что-то там говорит и офигеть прикинь принцессе еще что-то выговаривает вообще надо бы ему яйца отрубить да за это ну что ж ребята подписывайтесь всем пока